Может, хватит уже дурить? Врать тебе надо прекратить уже! Это что, отбитая атака беспилотников? Это то, за что я бы расстреливал. В российской армии явно начались серьезные проблемы. И проблемы эти настолько масштабны, что о них заголосила теперь даже государственная российская пропаганда. Люди, которые еще совсем недавно рассказывали, что в российской армии нет проблем со снабжением. И на фронте у России только одни победы и наступления. Теперь внезапно признали, что ситуация на самом деле для России тяжелейшая. На фронте массовое дезертирство и повальное вранье, которое скрывает реальное положение вещей. И говорит теперь об этом не кто-нибудь, а главпропагандист России Владимир Соловьев. Объясните мне, когда мы на полном серьезе говорим, вот я читаю утренние сводки. Вы меня, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело сё, загорелись. Это что, отбитая атака беспилотников? Примерно в таком же ключе российский официоз лжет уже два с половиной года. Ну, вы помните, рассказывали, что потерь нет, что все украинские беспилотники и ракеты сбиваются. А украинское ПВО и украинская авиация, как известно, были уничтожены Россией еще в феврале 2022 года. И прикол в том, что сам Соловьев до этого момента не только эту всю ложь не замечал, но и наоборот помогал ее тиражировать. Утверждал, что все хорошо, все здорово, а все разговоры о каких-то проблемах в российской армии – это все клевета недоброжелателей. Теперь же внезапно что-то случилось, и Соловьев резко прозрел и обнаружил, что вокруг сплошное вранье. Нам удалось преодолеть сгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. Серьезно? Ой, а что случилось? Не нравится, когда бьют по электростанциям и электричества нет? Думали, что можно будет безнаказанно разбомбить все электростанции Украины, устроить гуманитарную катастрофу и за это ничего не будет, а теперь-то внезапно оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем. И что-то Соловьев уже не очень доволен. Может, хватит уже дурить? Врать себе надо прекратить уже! Прекратить себе врать! Главный лжец всей России, профессия которого состоит в том, чтобы врать каждый день, призывает прекратить врать. Так подожди, если вы прекратите врать, ты ж с голоду умрешь! Защищать территории, защищать объекты, а не успокаивать розовой водичкой от полового бессилия, говоря, что все сбито, от обломка возник пожар. И если так заговорил Соловьев на государственном телевидении, можно представить себе, какой трэш там творится на самом деле? Кто привык прикрывать свою задницу отчетами? Вам что это, министры приказывали? Начальники генеральных штабов? Это то, за что я бы расстреливал. За ложь с земли, которая постепенно-постепенно накапливаясь, превращается в картину, не имеющую ничего общего с реальным происходящим. Смешно, что Соловьев фактически обвиняет в сложившейся ситуации каких-то мелких функционеров, которые якобы фальсифицируют отчетность на земле, подают ее выше и вводят начальство в заблуждение. А якобы генштаб, министры тут совершенно ни при чем, потому что они просто ничего не знают. Но так не бывает. Если в армии господствует тотальная ложь, если кругом там вранье и фальсификации, то, конечно, виновата исключительно руководство. Потому что это же руководство позволяет этим мелким функционерам все фальсифицировать и их не наказывает. Всегда виноват руководитель. Если в армии такой развал, то, конечно, виноваты командиры и в первую очередь верховный главнокомандующий Путин. Но об этом, конечно же, ни один российский пропагандист никогда не расскажет, иначе лишится своего пайка. Кстати, характерно, что после смены российского министра обороны Шойгуна Белоусова ситуация не только не улучшилась, но стала даже хуже. И мы видим, что даже Соловьев, который раньше молчал, теперь вынужден признать эти проблемы, потому что молчать уже дальше просто невозможно. Дальше началось самое смешное. Соловьев включил в эфир российского военного эксперта Владислава Шурыгина, который, как и сам Соловьев, является сотрудником российской государственной пропаганды и регулярно участвует в различных ток-шоу на государственных каналах. Владислав Шурыгин к нам присоединяется. И Шурыгин стал рубить правду матку. Он с грустью признал, что российское ПВО бессильно против украинских беспилотников. И российские военные аэродромы, и нефтебазы по сути никак не защищены, но российским командирам на это плевать. Потому что система построена так, что им легче списать сожженные самолеты, чем построить для них укрытие. Видимо, проще списывать все уничтоженное, чем создавать что-то новое и реальное. Нет никакой работы на аэродромах. Я, к сожалению, бы сказал, что она где-то ведется, но ее реально нет. Понимаешь, то есть легче списать несколько десятков миллиардов на сожженные на земле самолеты. Можно списывать миллиарды на, может быть, они застрахованы, это даже удобно, сгоревшую очередную нефтебазу. Дальше Владислав Шурыгин признал, что в российской армии много дезертиров, которых он называет пятисотыми. И рассказал, что российские военные массово саботируют приказы и бегут с фронта. Ну, наконец-то сейчас взялись там, опять же, за известных пятисотых, понимаешь, которых там, опять же, накопилось достаточно много. Недавно разговариваю с командиром одного полка, он говорит, вот вся проблема в том, что соседи не поддержали, не пошли. Почему? Потому что, говорит, у них по списку там 1400 человек, а реально в строю, говорит, в два раза меньше. Потому что куча народу где-то бегает, кто-то не вернулся из отпусков, а докладывать честно не хочется, потому что взгреют. Фактически пропагандист Шурыгин признал, что численность российской армии существенно завышена и не соответствует тому, что есть на бумаге. А боевой дух российских военных чрезвычайно низок, поэтому и происходит этот массовый саботаж и появление этих самых пятисотых. Почему так происходит, я уже неоднократно говорил, я думаю, все нормальные люди это понимают. Понятно, что и самим российским военным на третьем году войны становится все более очевидно, что война, которую они ведут, она преступна, она несправедлива и она бессмысленна. Всем уже понятно, что Путин просто развязал какую-то бесконечную мясорубку без конца и края. Он не может сам внятно сформулировать цели этой войны. И мы видим, что даже российские Z-блогеры уже прямо признают, что ну просто идет какой-то бессмысленный убой людей, который нужно прекращать. Я буквально недавно в своих предыдущих видео уже приводил соответствующие примеры. И конечно же и сами российские военные не хотят погибать в этих бессмысленных мясных штурмах во имя ничего, понимая, что в итоге они захватят просто очередную выжженную пустыню, руины какого-то села, которое просто непонятно вообще зачем нужно, кому нужно и непонятно зачем за это погибать. Мы спрашиваем, почему мы не можем так резко и мощно идти вперед. Если эти проблемы собрать все в кучу, то выяснится, что действительно есть системная проблема. А системную проблему, как мы с тобой понимаем, так не решишь. Ой, смотрите, как заговорили. Люди, которые рассказывали раньше, что Украина уже практически побеждена и Россия наступает, теперь признают, что Россия не может идти вперед из-за системных проблем. На третьем году войны пропагандисты выяснили, что Путина обманывали. Шойгу врал ему про освобожденные села, а на самом деле российская армия не могла их захватить. Бедный Путин. Опять надули. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули, надули. Вы не подумайте, Путин не бездарный, не адекват. Просто он надувной. На самом деле ожидание у меня такое немножко тревожно. Так же, как и у тебя. Я понимаю, что впереди, что лето уже фактически перевалило за середину. Какого-то серьезного перелома на фронте нет. Нет, потому что много причин, в том числе и объективных, и субъективных. Ну и в завершении пропагандист Шурыгин с грустью признал, что никакого обещанного перелома на фронте летом не произошло и никаких предпосылок для этого не видно. Особенно смешно то, что сам же Шурыгин ранее этот перелом и обещал. Причем еще в мае 2022 года. Внезапно разглядел вранье и воровство в российской армии и еще один пропагандист с канала Соловьев Live Сергей Корнаухов, который два года воспевал российское командование и утверждал, что в армии проблем нет, а теперь внезапно прозрел и обнаружил, что заместитель Шойгу Тимур Иванов вор и потребовал его расстрелять. Это омерзительный Тимур Иванов, который не просто воровал и осваивал, не просто коррумпировался, он ударил по престижу нашей армии. В момент, когда сотни наших пацанов кладут жизни на передовую, туплюдок набивал себе карман, уносил форму Министерства обороны, у него было звание там. Вот если бы взяли, да расстреляли. Ай-яй-яй, представляете, два года думали, что заместитель Шойгу нормальный порядочный человек, а оказалось, что он все это время воровал. И теперь те же самые персонажи, которые раньше целовали его взад, требуют его расстрелять. Наконец-то нашли крайнего. Вот кто Путин это все время надувал. Надули. Впрочем, зет-патриоты недовольны и новым министром Белоусовым и прямо говорят, что после его назначения в армии ничего особо и не поменялось. Сколько прошло времени с избранием нового, ну не избранием, а назначением нового министра обороны Белоусова, с ее знаменитой фразой «Ошибаться можно, врать нельзя»? Уже прошло месяца полтора-два, наверное. Уже прошло два месяца, а врать продолжают так, что даже Соловьев бесится. Врать тебе надо прекратить уже. На третьем году войны от былых победных воплей российской пропаганды не осталось и следа. Неудачи российской армии столь очевидны, что их открыто признают уже и рассерженные зет-патриоты, и государственная российская пропаганда. И это выглядит как тотальное разочарование во второй армии мира. Это что? Это продвижение? Это цифры для второй армии мира? Они рассчитывали напасть на Украину и самоутвердиться, продемонстрировать всему миру свою силу и мощь, а вместо этого продемонстрировали немощь и опозорились. И это признает уже даже официальная пропаганда Кремля. Подписывайтесь на канал, друзья.